скинем ему 50 дубль как мы успешно объяснили что такое функция мир бюса так ну ладно ну как я понял единственная проблема это с такой функция мир бюса да вот если я правильно помню то нас посвязь какой-то короче сейчас надо понять как работает на чуме потом для простой функции мир бюса или там где он там ну короче я не знаю как она называется просто функция мир бюса ну короче будет очевидно если вы поймете на чуме как работает простая там она так же в общем есть получается вот такое чум так наверное это плохо x ну здесь какая-то функция g от x которая равняется сумме по всем y меньше x а я фото есть такая функция почему-то ее рассмотрели точнее нам сейчас вот просто такую функцию рассмотрели и мы умеем вычислять g от x а наверное нужно наверно тут сказать что с уже они из получается нашему чуму r хотя это на самом деле не обязательно там может что-то может натуральные числа даже могут хотя нет натуральные ну короче там могут целые числа стоять точно или там рациональный или вообще все что угодно что вы можете складывать даже вектор если хотите но в целом хочу вас должно быть хоть что-то что вы умеете складывать и как-то там отнимать умножать на число вот если вы имеете такое делать то да можно в принципе с уже рассмотреть который из а не в что-то другое ну самом короче мы решили рассмотреть просто такие функции ну же от x это просто сумма по всем игрек меньше чем x и фото ты меньше нужно чем x f от игре и вы какой-то странной причине знаем этот факт знаем умеем вычислять g от x но не умеем вычислять f от x и фото x ну просто вот так получилось ну например было на лекции же было что бусинки красили или же там там было что-то такое что у вас какие-то стоят энд бусинок по кругу ну наверное но я не помню уже что там было я помню что задача по покраске бусин то есть у вас здесь там к цветов энд бусинок и надо найти количество способов всех покрасок этих бусинок вот и привет при этом если лица не совмещаются циклическими сдвигами то они равны вот чтобы вот такое решать ну вы классический пример вы знаете сумму же ну опять же вы знали умели и знали что она равна чему-то такому но при этом не умели вычислять f от x вот и кто-то умный подумал как бы научиться бы отсюда зная же получать f от x потом как-то комбинируя какие-то тут коэффициенты там альфа напишем так как-то комбинируя g от y где y меньше равно чем x то есть какими-то коэффициентами прибавляя там делать простые операции получить f от x ну то есть по сути вот единственное что мы хотели это ну научиться это делать потом ну очевидно там альфа для каждого свой просто решили запишем это как-то вот так давайте запишем мю вот так же вот вот так напишем короче коэффициент при игреке когда подставили x вот спойлер это на самом деле поступки написано игрек x все так написал чтобы было понятнее наверное в целом предположим что вот такое такая штука работает да то есть мы захотели ее как-то получить то есть мы хотим решить по позже получить как-то f теперь наверное надо уже какие-то примеры показывать чтобы было понятно почему именно вот как работает вот эта функция давайте сейчас пример какой-то нарисуем сейчас тут мне очень хотел бы нет если сделать так то будет все плохо допустим вот такой какой-то диаграмма хасей вот и мы знаем что тут есть какие-то получается на каждом или зале или из элементов определенный fat x а значит получается мы как-то определили еще и же от x вот допустим пусть это будет а b c d и f очень плохо f и же повторяется так вот так напишем пусть какие-то вот такие элементы ну пусть получается ну f от x где x это вот это число это а как раз таки написал значение ф от x тут вот ну как получить теперь если мы знаем g от x получить f от x когда мы попробуем узнать сейчас чтобы получить вот это значение нам нужно как-то получить какую-то сумму где было а нам надо наверное коэффициент при коэффициент при сейчас получается x коэффициент при x при x наверное должен быть единицы да ну чтобы хоть как то а получить чтобы f от x получить сам по себе ну наверное должен быть хотя бы единицей вот то есть здесь будет коэффициент единица чтобы же получить дальше ну мы прибавили вот это все нам это все не нужно нам нужно как-то поотнимать давайте вот это отнимем и такими минус единички поставим вот тогда давайте посмотрим когда я это отнял когда я это отнял от меня вот сейчас часто мы итеративно помешать давайте так когда я прибавил это я прибавил это это и еще это прибавил все прибавил вот но я хочу чтобы здесь было были нолики сейчас давайте я буду писать здесь значениями а рядом писать сколько раз мы посчитали вот мы посчитали их всех по единице вот но здесь должны быть нолики значит я их отнимаю по одному разу и записываю сюда но ну мы хотим вырезать f от x ну ашку но мы знаем только вот же от x то есть сумму то есть мы не знаем просто а мы знаем получается а плюс b плюс c плюс d плюс ей так далее ну и знаем например c плюс е плюс аж плюс и просто ну просто эту ячейку мы не знаем просто как вот но когда мы отняли здесь так сейчас пусть будет пока что нолики здесь пусть единичка да мы здесь отняли мы отняли еще и вот это отняли это и это ну потому что все что меньше его мы отнимаем и когда мы отняли это мы не ария получается здесь напишем минус 1 здесь будет 0 здесь будет 0 здесь будет минус 1 а здесь будет 0 и здесь будет минус 1 так ну здесь получается здесь и так нули значит здесь ничего не надо по ноликам то есть коэффициент тут будет нолики так а здесь минус единичка здесь сюда нужно один раз прибавить что получилось 0 и тогда здесь тоже прибавится получится 0 здесь тоже 0 получается никогда я прибавил здесь она и здесь прибавилось но я же говорю я когда что-то прибавляю несколько раз я прибавляю всем что меньше его ну примерно вот это и происходит так а теперь надо как-то теперь по умным это вы но мы поняли что он мю коэффициент при при x должно быть единицы но это точно иначе мы это никак не получим ну и наверное что-то типа тут поставить к тоже как-то странно когда мы получим несколько раз это а нужно в точности это наверно просто решили наверно логично когда-то стоит единичка вот а дальше дальше мы смотрим идут если вы заметили мы шли по ну как у вас на лекции доказывалось по самому длинному циклу ой не цикла по самому длинному пути по максимальной пути по размеру максимальной пути то есть сейчас когда то есть мы считали максимальный путь допустим отсюда сюда это раз два три 4 они раз два три 4 5 а тут раз два три 4 5 а тут раз два три 4 то есть мы считали по максимальному пути то есть сейчас надо теперь взять ну допустим мы уже обработали все такие ну то есть вот мы какой-то алгоритм выполняем и мы когда мы это делали муж и сделал мы обнулили все коэффициенты то есть мы обнулили все f от игреки где игрек во первых меньше строго меньше икса и длина до икса там назовем это вот так x минус игрек вот так обозначим они было одно это это плохо дать назовем расстояние расстояние с а там меньше к здесь мы взяли какой-то элемент сейчас сейчас давайте мы теперь вычислим как раз таки коэффициент при игреке x что будет это когда мы делали этот алгоритм мы получается сколько раз мы сколько раз мы прибавляли или отнимали именно этот f от x f от y ну как раз таки ровно когда y меньше или равно чем x сейчас нет наоборот сейчас где вот так y меньше равно чем z и меньше строго чем x да вот так вот столько раз мы прибавляли f от y сейчас только не f от y а мю от z x вот столько раз мы прибавляли ну понятно да что произошло или нет сейчас я еще раз покажу вот допустим мы считаем сейчас давайте еще раз заново для этой картинки сделаем вот ну здесь будет единица так видно из этого здесь везде будет единица вот дальше мы смотрим здесь сколько раз мы прибавили это число ну как раз таки столько раз сколько есть чисел больше этого но меньше а это один раз то есть значит у этого значения ну мы должны поставить минус один как раз таки чтобы единичка исчезла вот аналогично здесь если мы смотрим допустим этот элемент сколько раз мы этот элемент прибавили ну ровно столько же когда ну мы его прибавили тогда когда сейчас оно было меньше оно было больше е но меньше при этом а ну здесь прибавили два раза а в общем случае это вот столько правильно а значит сколько раз его надо отнять чтобы здесь получился 0 ну надо сделать ну вот столько прибавить ну оттуда и формула вот это если посмотрите это буквально ну если вот это переписать нормально вот вот оттуда это и формула ну вот эта формула она не с неба спустилась а ну когда мы вот буквально рисовали и получается пытались ну пытались получить фото как раз таки это и было ну то есть посидели порисовали и поняли что ну вот такая формула должна быть ну 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 это по сути ну что а что мы делали когда мы сейчас чтобы было легче когда мы доказывали формулу включения исключений мы же делали по сути то же самое то есть у нас было какое-то множество было второе множество сначала прибавляли это потом точнее это потом прибавляли это ну и заметим что вот это мы прибавили два раза и отнимали но здесь то же самое только мы тут аккуратно считаем сколько раз мы прибавили и отнимаем это же количество чтобы обнулить это ну кроме самого первого для которого мы считаем то есть это просто какой-то алгоритм который ну максимально очевиден на самом деле и это представили в виде формулы просто вот такой рекуррентной формулы как эту эти коэффициенты вычислять и все ну думаю в целом понятно да да все будет вот ну вот весь прикол этого функции мербиуса на вот таких чумах то есть мы да по сути мы просто считаем коэффициенты так ну то есть мы по этому алгоритму то есть сначала сначала когда прибавили а мы прибавили все меньше а потом мы ну смотрим где мы прибавили лишний раз а мы когда прибавили здесь мы прибавили лишнее все то мы начинаем вот самые ближайшие как вы читать то есть то есть а потом мы заметили что здесь мы здесь было все хорошо если не ошибаюсь а здесь мы прибавили по два раза или а потом мы корректируем эту формулу как можно то есть мы продолжаем и ну потихоньку спускаясь вниз короче то есть это весь алгоритм как будто вот алгос вы делаете вот тут ничего умного нету и тут появляется как раз какая-то рекуррентная формула только я вот что-то не помню я вроде вот такой знак был так ну как-то странно если тут был бы равенство а нет кстати вообще не странно вообще не совсем не странно вот здесь должно быть строгое ну очень странно если мы прибавим вычисляя это мы будем прибавлять y и x опять оно же должно быть строго больше y и возможно меньше равна x ну я могу посмотреть я я вроде не ошибаюсь но первое не строгое а второе строгое сейчас но я возможно тут другое это сделал а если на то справа не срока так не срока то она два раза вручена то так все не все направо то есть тут коэффициенты наоборот а там коэффициенты наоборот да сейчас еще сейчас тут вот так там другая формула там вот такая формула да сейчас мы тут вот такая формула y и тут снизу тут y тут z там вот такая формула не совсем я не знаю как интуитивно получить вот эту формулу честно я всегда думал что там вот такая такая формула да это тоже самое но я не знаю как получить интуитивно вот эту форму вот честно я не знаю но я примерно показал что здесь происходит и на самом деле можно использовать вот такую форму стена стопроцентно рабочий да ну я думаю вы на контроль не все равно не будете сидеть и вот это считать вы просто посмотрите на диаграмму и как сейчас я покажу как это быстро делается например я думаю вы поняли до начала вот здесь прибавили потом поняли что там все потом получилось то что и мы и b и c и d и е и так далее добавили потом начали отнимать их потихонечку то есть надо медленно спускаться вниз и все то есть сейчас я могу уже убирать а он дайте на той доске просто ну в целом это просто такой простенький алгоритм сейчас давайте мы вот такую вы посчитаем ну я наверно буду вот так писать то есть пока везде 0 то есть изначально везде стоит 0 нам нужно чтобы здесь было единичка была единичка я пишу здесь единица здесь получаем единицу потом из-за этого получается везде единица так как мы все прибавили и получается за этого здесь тоже по единице а ой внутри как раз таки на написать вот ведь те внутри по единицам получили а должно быть 0 значит мы отнимаем единицу чем 0 когда мы здесь отняли получаем здесь мы отнимаем так только то есть 0 и здесь отнимаем ну вот вся функция миобиуса получается единичка минус единичка и 0 так дальше там ну понятно как делать примерно то есть чтобы не запутаться наверное я бы как-то определиться где что стоит я бы использовал бы внутри сколько раз мы уже прибавили и рядом с саму функцию миобиуса ну да да как раз таки почему это делается чтобы ну вот здесь нужно один раз прибавили у нас x равен y вот в самой верхней единике да и за это тут единичка сейчас я другую какую-то чуть сложную как-то так мне уже не нравится вот как хорошо что то такое сейчас нужно аккуратненько сделать наверное сейчас мы ну здесь будет быть единичка то есть функциями когда везде будет у нас единичка даже так ладно ну какая разница там другую задачу решили бы все думаю вот вот так когда мы прибавили единичку здесь мы прибавили единичку везде дальше здесь по минус единички так давайте сначала один обработаем здесь минус единичка будет 0 меньше этого только это значит тут тоже будет 0 и так это выше и так это выше и здесь будет 0 и потом здесь мы отнимаем будет 0 и здесь будет 0 и так так вот здесь будет 0 и ну здесь будет минус единичка ну вот только вот эти да меньше так и здесь будет минус единичка здесь будет 0 здесь будет минус 1 здесь будет 0 и еще это минус 2 и здесь минус единичка будет 0 не ли это это будет минус 1 минус 1 минус 3 так еще вот здесь минус 2 и вот здесь минус 1 я учел всех да так здесь минус 1 получилось потому что так тогда нужно прибавить единицу здесь будет 0 значит прибавляем единицу всем то есть здесь будет единичка здесь будет нолик здесь будет минус 1 здесь будет минус 2 да еще на уровень ниже здесь будет минус 1 то есть 0 минус 3 здесь уже 0 будет 0 здесь единицу надо прибавить то есть будет 0 будет минус 2 опять здесь надо прибавить единицу здесь будет 0 и здесь будет минус 1, ну и получается здесь надо прибивать единицу будет 0 ну и в итоге пока задание на эти обобщенные функции мербисы данных и двух элементов у него а, ответ дайте видеть самого числа а это вот это? и b это да, а же максимальное нет? ну у нас просто ну да ну вот тут нету стрелок ну они маленькие но они как бы сверху внизу так, я возможно другое смотрю, но у меня нет стрелок у меня тут нет никаких стрелок ну хорошо, ну ну конечно, сверху внизу да я не знаю, в этих ваших диаграммах Хосе, я сам путаюсь я не понимаю, как ну логично, что наверху больше или нет? ну как у вас действует листочки нет? ну тогда будете действовать нет ответ единица нижняя ну пошутили вот здесь можно обрезать и отсюда начинать тайм-код, когда все понятно сейчас еще раз тогда что мы делаем? делайте полки что-то такое так, тогда мы все мы считаем дальше вот такую функцию мю от ладно, давайте фиг с ним что происходит ставим единичку самую внизу главное дальше так ставим прибавляем это число, которое мы здесь ну короче наверх все прибавляем единичку везде, где этот элемент больше, чем этот элемент то есть везде ставим единичку то есть в нашем случае дальше передвигаемся на один уровень вверх уровень вот и то, что мы получили отрицаем минус единичка и дальше отнимаем число которое мы получили ну наверх везде что выше него то есть везде получаем ноль здесь ноль здесь ноль а прибавляем вот это прибавляем вот это да потом опять ставим минус единичку то есть умножаем на минус единицу и дальше мы прибавляем то, что получилось да то есть будет минус единица будет ноль будет минус единица здесь опять единица умножаем на минус один получается минус единица дальше опять прибавляем минус единицу здесь будет минус единица здесь будет минус единица здесь будет ноль минус два да 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 именно это прибавляем сюда дальше здесь мы получили минус единицу значит меняет знак плюс единица нас сюда прибавляем единицу ну плюс единицу то что получилось будет минус 1 здесь мы опять получаем плюс единицу меняет на прибавляем единицу то что получилось получится 0 здесь тоже прибавляем меняем знак сначала потом это прибавляем сюда получаем единицу и в конце доходим сюда и меняем ему знак вот весь алгоритм ответ будет вот здесь если аккуратно разобраться что мы делаем мы на самом деле в каждой ячейке вычисляем как раз таки мю от y z где y это это вот это самое маленькое x это самое большое а за этот текущая да и как раз таки здесь и будет находиться мю от y x вот это и мы делаем когда мы двигаемся снизу сверху вниз мы делаем наоборот но если кому-то удобнее так то пусть так вычисляет мне почему-то было вот сверху вниз а вам почему-то сверху снизу ладно вот да вкусно ушло сколько уже час час вот час 16 мы просто пытались разобраться с функциями блюса я надеюсь в целом ну если мы там 50 минут обрежем оставим 10 минут в конце чтобы аннелли все я могу все убирать да что ж я надеюсь я хоть как-то попытался объяснить так теперь задачи какие-то что там же вот такая задача была точнее я сейчас что-то интересное расскажу а потом забыть так ну это на семинаре было так как мы уже не успеваем дать и это доказывать не буду так единица если а но б если а меньше б вот отсюда ну если есть такая функция мю то отсюда следует что мю на самом деле мюштрих равно мю то есть это просто на самом деле функция медуз то есть любая такая функция эта функция медуз да это было на семинаре мю стриха ровными вот тогда я думаю было на семинаре я сейчас это просто этим воспользуюсь чтобы доказать один интересный факт который не знаю был ли у вас или нет короче давайте у нас есть первую чум есть 2 чум вы помните как определяется ну вот такой чум именно декартовое произведение то есть сейчас 1 до 1 меньше ли равно чем надрать скобки писать 1 b1 меньше одно чем а 2 до 2 тогда это только когда а 1 минус 1 минус 1 минус 1 чем b2 вот просто такой чум мы определили ну это было же должно вот и тогда функция мебиуса на этом чуме назовем ее ну просто назовем противенью от а 1 b1 до а 2 b2 это просто произведение а 1 а 2 а 2 умножить это просто произведение такое произведение b1 b2 доказывается на самом деле очень легко вы говорите пустить у вас вот это мюштрих определяется вот так подставляете вот вот сюда просто раскрываете мюштрих просто по формуле потом говорите заметим что это просто произведение суммы вот таких на сумму вот таких ну сумма таких и таких так как это функции мебиус равны нулю значит произведение равно нулю ну если а меньше b а если а равно b то это единица там только одно слагаемое будет которая единица ну значит вот это функция мебиуса все ну по вот этой элементе вот отсюда на самом деле вытекает как раз таки то что если мы возьмем 2 в степени а в отношении включения то как раз таки функция мебиуса на нем это вот это как раз таки включение исключения отсюда выходит то есть это просто мы взяли несколько раз умножили вот вот это на себя и получили либо н мерный куб либо вот это ну как как угодно представляете ну понятно да я не помню зачем я это хотел рассказать возможно там какая-то задание используется но просто чтобы было прикольно а кстати с помощью этого даже можно получить для обычной функции мебиуса потому что мы же обычная функция мебиуса вот на таком чуме да определяется вот и тут это просто декартовое произведение вот таких бесконечно уходящих вот как чумов то есть это просто есть так единица p p квадрат p куб и так далее и так для каждого p ну и получается здесь функция мебиуса равна единице здесь она равна минус единице и здесь по нулям ну как раз получается если есть хотя бы один у одного квадрат то это будет ноль ну произведение если есть хотя бы один ноль ноль а если все простые там с первой степенью да там но имеет первую степень как раз и минус один степень с а я очень надеюсь что теперь хоть чуть-чуть понятно так вы говорили тренировочная контроль давайте там просто вот такое сначала решим так и 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 вот вот это там это то что мне отправили 3 3 задача первая только вместо 5000 5000 я поставил n просто ну понимает что будет а кто понимает что будет да но будет ну это должен и семинар хвост честно честно просто поверим что это было это это та же формула который я писал просто на нее чуть по-другому написать 1 d точнее если вот в чумы переводить n ну вот 1 d ну это как раз таки равно ну где меньше равно это то же самое что и делить это как раз таки равно либо единица если n совпадает единицы либо ну если н не совпадает с единицей ну точнее больше единицы да это то же самое только я сейчас вот это перевел на язык чумов всем так следующая задача почти то же самое так все только чуть слишком много написано 10 10 10 500 ну вот так да как то это получается просто 10 д а не просто д делитель 500 но вот 10 д делит ну что такое правильно ли я понимаю то сейчас или или легче посчитать по рукам сейчас вот это мы не посчитаем блин было бы это число взаимопросто с 10 было бы все легко давайте сначала посчитаем когда здесь не 500 а что то там 10 к где а и 10 взаимопросто взаимопросто тогда здесь будет понятно как я отсюда сюда перешел я просто сказал что пусть у нас будет какой-то д2 который не доравняется 10 д наоборот д так как д кратно 10 наоборот д равно 10 д 2 и тогда здесь я написал 10 д 2 а здесь будет просто д кратно 500 это то же самое что д 2 точнее д кратно 10 к это то же самое что если д 2 кратно к тогда это я могу написать сказать что это просто сумма вот мю 10 умножить на мю д 2 тут д 2 делитель к мю 10 вынести просто и получится что у нас сумма опять же мюшек что равняется нулю ну коэффициент никак роли не сыграет если они все если они взаимопросто все как-то сгрустнули да нет возможно но это если дико и 10 за ним просто чтобы поделить куда да да ну да я так показал что делать можно сделать я изначально так хотел решить то не знает что не работает 자 ас cade думаю HT 10 на 500 Так, если сюда добавить Все делители 10 на 500 При этом D не делит 10 Наоборот, 10 не делит D Но D Это будет 0 При этом почему? Потому что я сначала прибавил Все делители Этого числа Которые Так, только Тут D Когда 10 делит D И когда 10 не делит D То есть я прибавил просто Все делители Да, по всем делителям А это 0 Но потому что 10 У нас на 500 Это не единичка Вот Так А теперь получается Они Ну раз это 0 Они равны По Ну Отличаются знаком Сейчас Да, они отличаются знаком Это число 10 умножить на 500 Это 2 умножить на 5 Умножить на 5 Умножить на 2 в квадрате На 5 в квадрате Правильно? То есть 2 в третий На 5 в четвертый Вот Так Понятное дело Что и двойка и пятерка Не могут принадлежать И двойка и пятерка Не могут принадлежать D Ну И двойка D не может делиться Одновременно и на двойку И на пятерку Понятно? Вот А значит оно Либо делится Либо только на двойку Либо на пятерку Ну мы Вот это слагаемое Считаем Если и на двойку И на пятерку делится Тогда D и на 10 делится А мы считаем Те которые D не делятся на 10 Вот То есть это Получается Это слагаемое На самом деле Равно просто Мю от Единички Мю от Двойки И мю от Ну там Двойка 2 в квадрате 2 в кубе Но это все 0 Вот И мю от пятерки И все То есть это Единица Это будет Минус Единица Минус Единица Минус Единица То есть это ответ Минус 1 То есть Да То есть Мы говорим Вот это А дальше Смотрим Какие простые Могут быть Какие простые Могут не включаться И так далее Что такое Т Количество делителей Числа Н А дальше Вообще функция Минус Ой Функция Ладно Дальше мы делаем То же самое То есть мы говорим Что Так 10 D А Только ответ Единица Не минус Единица Я что-то Забыл про это Потому что Да Это число Равно Минус Это число Что-то я Вообще Забыл про это 500 Так Давайте Вот так Вставить Фи И мы говорим Тут то же самое Что это число Равно Так Если мы прибавим Сюда Просто 10 Вот так D Так 10 умножить на 500 Будет просто Н Ну то есть Соответственно 10 умножить на 500 Потому что Сумма по всем делителям Н Фен Равно Фиде Равно Н Это тоже должно было быть На семинарах Я могу доказать Но я думаю Уже не стоит Учитывая Что мы По времени Не успеваем Ну вот это Было На семинарах Ну просто Такое Тождество А значит Мы опять посчитали Все делители Только те Которые делятся На 10 И только те Которые не делятся На 10 Вот так То есть Мы прибавили Получилось опять 10 умножить на 500 Значит Нам нужно Значит Чтобы получить Это Нам нужно Минус Это Плюс Это Правильно? Вроде правильно Да Давайте Теперь Вот это Почитаем А это Опять же Ну так как Не делится На 10 Либо это Опять Степени Двойки Либо Степени Пятерки То есть Это Просто Фи От Единица Плюс Фи Двойка Фи Двойки Фи От Четверки Фи От Восьмерки Там Два В кубе Было Да Здесь Два Здесь Два Да Два Два В кубе Плюс Фи От Пятерки Фи От Двадцать Пять Плюс Фи От Пять В кубе Плюс Фи От Пять В четвертой Фи От Единицы Это Единица Да Плюс Плюс Фи От Двойки Это Единица Фи От Четверки Это П Умножить На П Минус Один А Нет Сейчас П Степень Альфа Сейчас Фи От П Степень Альфа Это П Степень Альфа Минус Один Умножить На П Минус Один Где П Простой Если Это В Квадрате То Это Будет Двойка Умноженная Единичку То Есть Двойка Так Здесь Будет Четверка Умноженная Единичку То Есть Четверка Здесь Будет Пятерка Это Будет Четверка П Минус Один Просто Двадцать это будет пятерку умножить на четверку, то есть 20, да, вроде да, потом, так, 25 на 4, 100, и 125 на 4, ой, 620, это 500, все, и там надо это сложить, получится, так, это 2, 4, 8, 12, 32, 632, то есть ответ получается, вот, ответ исходный, 5000 минус 632, это будет 4368, 4368, так, да, все, вся задача, 2 пункта, почему, а, вспомнил, дальше же там четвертая задача, не, давайте там уже, ладно, или четвертую из третьей, расскажите, ну, что это из третьей, да, количество делителей числа n, сейчас, давайте, преобразуем, это чудо, я не знаю, просто, ну, там четвертая задача, сама четвертая, ну, решается вот, вот, этим как раз таки, я вспомнил, в чем я это хотел рассказать, ну, там, функция Мербиуса на Декартовом произведении, это произведение функции Мербиуса, а значит, ну, максимум, это просто будет максимум одного умножить на максимум второго, елки, только держись, ладно, так вот, Ну, кстати, тут, наверное, все можно решать, так? Мне кажется, тут особо ничего умного не надо придумывать. Тут надо просто, опять же, прибавить тут. Ну, мы сделали так. Это равно единице. Всем понятно, почему? Ну, хорошо. Вот эта функция, то ли g, то ли tau, n, это количество всех делителей. Правильно? Это просто сумма по всем делителям n. Единичка. Вот. И эту штуку мы просто обратили. Ну, это у нас f от x. И эту штуку мы просто обратили. То есть единичка – это просто сумма по всем делителям n. Mu от n делить на d. Смотрите, как я пишу? Я пишу так, так. Я сейчас по-разному пишу. Давайте вот так, что ли. Вот такая штука. Ну, мы просто сделали обращение миобиуса. Понятно, да? А значит, а вот здесь написано буквально вот это. Потому что мы прибавили все такие делители, которые делятся на 10, и те, которые не делятся на 10. Что, ну, получили единичку. Опять мы вычисляем только это. И ответ получается… Ответ будет вот это минус… Так, просто ответ будет 1 минус это. Наверное, лучше вот так. Это будет равно 1 минус это. Ну, если мы это и это прибавим, получится единичка. Это понятно почему? Потому что мы прошлись по всем делителям этого числа, которые делятся на 10, и которые не делятся на 10. А значит, это просто мы прошлись по всем делителям этого числа. Так, а это единичка. А? А, ну вот, у нас это количество всех делителей. Ну, может, это все иное? Это количество всех делителей. Согласны, что это просто будет вот такая сумма. Вот говорим, что единица – это и есть f от x. Делаем обращение миобиуса и получаем f от x, то есть единичка, равна сумма по всем делителям этого числа умноженной на функцию миобиуса. Ну, у нас просто там g от n, а не g от d от n. То есть у нас… Ой, g от… Это опечатка. Ну, вот это понятно, да? Ну, раз это единица, то вот это тоже сумма единица этих двух. Этого и этого. А значит, это – это 1 минус вот это. А тут уже, ну, надо конечное количество раз вычислить. А, тут даже не надо вычислять для… Смотрите, если… Ну, аналогично нам нужно вычислить для d равны единичке, двойке, четверке, восьмерке, пятерке, пять в квадрате, пять в кубе, пять в четвертой, пять в четвертой, да. А теперь смотрите. Давайте посмотрим на функцию, вот именно это, это слагаемое. Если поставить вместо d единичку, здесь же есть квадрат. Тут есть как минимум пять в четвертой. Это будет ноль. Если двойку, четверку, восьмерку, тоже будет пять в четвертой, будет ноль. Аналогично с пятерками. Если поставить пятерки, тоже будет ноль, потому что есть два в четверка. То есть, это все будет ноль, то есть, это равно всегда единице. Ну, вот это все ноль, а значит, 1 минус ноль единица. Все, то есть, мы свели к конечному перебору. Короче, похоже, это фишка всей задачи, если просто рассмотреть, когда делится на 10, когда не делится на 10. Если прибавить, получится что-то известное. И последняя сумма делителей числа n. Ну, последняя делается все так же, только здесь будет не единичка, а d, а значит, здесь будет сумма все... Так, f от d равно d, значит, здесь будет просто n. Здесь сумма всех делителей, то есть, там какой-то f, точнее, g. То есть, там будет все то же самое, только ответ, если я правильно понимаю, будет просто 10, ну, 5000. По тем же самым причинам. А? Ну, обратно. Что, обратно? Получается, там было 11, 5000. Да. Ну, по тем же причинам. Ну, тут просто стоит другая функция, такая, да? Которая равна просто... Сейчас. Это количество всех... Сумма всех делителей. Сумма всех делителей, то есть, это... Делаем обращение Мербиуса, получаем вот это. Ну, n это 5000, то есть, 5000 минус вот это будет то, что нам нужно, а тут мы на эту функцию, типа, там вообще не смотрели, мы смотрели только на меня. А? Ну, потому что f от d равно d. То есть, у нас g от n равно... g от n равно это от f от d. И f от d равно d. То есть, f от n равно n. То есть, здесь стоит f от n. То есть, n равно вот этой штуки. Вот. И ответ тут просто 5000, так как вот эта сумма обнуляется не потому, что здесь как-то там наша функция тета, или там как она называлась, сыграла роль, а потому что вот везде функция Мербиуса обнуляется. По тем же причинам. На что бы мы ни делили, ну, так как мы делим только на вот 2, 4, 8 и так далее, так как оно не должно делиться на 10. На что бы мы ни делили, у нас всегда получается 1 0, ну, она получается 0, так как всегда есть либо 5 в квадрате, либо всегда есть 2 в квадрате, то есть 4. То есть, мы третью полностью решили. Так, четвертая, ну, я же уже рассказывал, то есть, четвертая, это ответ, я не знаю даже писать ли это. Ну, мы разобрали функцию на Декартовом произведении, функция Мербиуса на Декартовом произведении, это просто произведение функции Мербиуса. Двух функций Мербиуса на первом чуме и на втором чуме. То есть, ну, что-то вот μ от А, Б и Х, И, Пусть будет, а, нет, давайте так, лучше А, А, Б, Х, И, равно μ от А, Б умножить на μ от Х, И, ну, вот, за счет вот этого свойства, из-за этого свойства, там, четвертая решается, ответ единица получается. Вот, давайте пятая решим, где бы решать. Места не хватает. 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 да. что? А, Х делит на Т. Я хотел бы для какого-то икса Хотел бы написать что-то такое, выписать Что получится Мед Так, икс Пусть будет у нас до целого Мед Единички умножить на Для хоу икса Давайте для 5 посчитаем Плюс Мед Двойки умножить 5 делить на 2 Это 2,5 Целая часть 2 Плюс мед Тройки 5 делить на 3 Это единица Мед Четверки Это единица будет Подождите Мед Как-то хочется это переписать. Сейчас. Все из них я должен посчитать один раз. Все из них я должен посчитать. Как-то получается максимальную степень выделить. Как будто бы ответ 0. Я правильно понимаю, что происходит. Давайте посчитаем. Хорошо, мил от единицы, единицы. Это просто 5. Плюс, минус, точнее, минус 2. Минус 3. 0 и минус 1. То есть это минус 1. Блин. Минус 1 получается, да? Минус 1. То есть это 5. Это минус 2. Это минус 1. Это 0. Это минус 1. То есть ответ 1. Правильно я это понимаю. Да, ответ. Как будто бы 1. Всегда, Ле. Давайте посчитаем для 6 теперь. Сейчас. Мил от единицы, 6. Плюс, мил от двойка, 3. Мил от тройка, 2. Мил от четверки, 1. Мил от пятерки, 1. Мил от шестерки. То есть это будет 6, минус 3, минус 2, 0, минус 1, единица. То есть они сократятся. Да, и опять единичка получилась. Как будто бы ответ всегда один. Нет? Очень хочется на это надеяться. Это не есть. Сейчас мы... А, вы решали это? Нет. Ну, хоть кто-то решал, и там ответ у вас есть или как-то. Ну, да. Ну, так или иначе, я посчитал для двух случаев, у меня почему-то получился ответ 1. Сейчас мы попытаемся понять, почему. Сейчас, ну, надо как-то это разделить на несколько сумм. Формула включения исключений. Что? Формула включения исключений. Ну, кстати, вариант, но... Что, типа... Я понял, я понял, я понял, о чем. Сейчас, ну, хочется сделать сюда, типа, такое. Воспользуется вот этим. Если у нас есть какой-то делитель х, то мю от д на х делить на д – это... Ноль? Да. Это просто ноль. Но если х не равно единице. Х не равно единице. Вот. Вот хочется чем-то таким воспользоваться и дальше сказать, что тут очень много всего сократится. Как раз таки, если д – делитель х, то тут целую часть не надо будет писать. То есть у нас тут по всем неделителям... По всем неделителям х. Ну, и д – меньше х. Меньше, строго меньше х. Мьет. Д на х делить на д. Сейчас, а теперь, если д не делитель х, то он по-любому делитель какого-то еще чего-то, да? Сейчас, х делить на д – это что? Он будет грузиться вниз, да? Да, он будет округляться вниз, да? М-м-м-м. Не, ну хочется сказать, что вот это какое-то – это к, что х делить на д – это какое-то к. И тогда, ладно, похоже, надо будет делать включение-исключение. Для каждого такого х не равно единице – это единица. х делить на д – это правда. Ох, сейчас. Что мы прибавим? Мы тут должны прибавить, когда х равно единице. Сейчас, как будто бы надо посчитать все варианты, когда… Сейчас, давайте мы еще раз для шестерки выпишем. Я как будто бы понял, что делать. Это мю 6, 1. Так, умножить на единицу. Ничего не будем пропускать. Сейчас, тут надо написать, теперь точно. Это 6 делить на 6. Потом у нас будет плюс мю делить… Так, да. А, по всем… Так, пусть будет единичка сначала. Единичка 6 делить на 1 плюс двойка 6 делить на 2 плюс тройка 6 делить на 3 плюс четверка. Вот тут плохо. Тут должна получиться единица. И будет по 6 делить на 4. Иначе перебишем это как 4 делить на 4. По всем простым, что любитесь. Мю 5 делить на 5. 5 делить на 5. Ёпч-покч. Угу. Ну, почему бы мы больше уже испараться, как разденье не простым? Да, да, сейчас как бы по простым сделать. И если бы мы отказываться на среднем простым, степень которых как бы больше, чем 1, то функция 1 плюс не помогло. Ну, это… Это… Да, но сейчас… Я как-то хотел вот это использовать, только непонятно, как… Сейчас, сейчас я хочу это как-то воспользоваться этим. Сумма… Сумма… По всем иксам получается. Да, получается так. Сейчас, давайте так попробуем. Сделаем вот такую сумму. Еще одну вот… Здесь добавим еще один значок суммы. По… Тут только по икрик. Здесь будет икрик. И по всем икрикам меньше равно, чем икс. Это всегда будет ноль. Тогда у нас мы сколько раз… Сколько лишнего посчитали? А, сейчас. Блин. Тут, 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 тут. Мы тут лишнее посчитали. Получается, мю… Вот, d… А, нет, это не ноль, это единица. И дальше что мы лишнего посчитали? Вы посчитали, когда икрик меньше, чем это? Еще раз. Надо отсюда отнять… Отнять… Когда… По всем d меньше равно, чем икс. Да так, что у нас… Не вот d и… …y… Нет. Когда у нас икрик меньше, чем икс. Нам хочется, чтобы было, чтобы вот… Так. Чем… Так, икс делить на d. Это когда? Ну, не просто так же, когда у нас икрик меньше икс. Икс. Ну… Когда у нас икрик… Получается, это… Икс минус… Икс по модулю d. Ну, то есть, остаток какой-то… Рыкс. Рыкс по модулю d. Когда вот так. … Тогда у нас это равно этому. Блин, честно, как будто понятно, почему должно быть единица, но сейчас… Строк… Что? Нет, ну чтобы вот это было… Чтобы вот это было… Должно быть вот это. Да, да. Должно быть вот такое. Тогда у нас y делить на d равно… Вот такой штуке. Тогда мы… Тогда давайте мы суммируем, получается, не по всем y, а именно по таким y… где y равно x минус… Э… Сейчас вот здесь напишем… … … rxd или так и у нас тут сумма идет по когда у нас rxd меньше или равно меньше равно д меньше равно сейчас ну вот тут мне не нравится ну в целом мы как-то разбили эту штуку на суммы я пока не понимаю как красиво разбить это на суммы и там будет все 0 кроме одного раза где как раз таки будет единичка так как это разбить на суммы ладно я честно я не знаю как это сделать вот прям сходу я что то но ответ как будто бы один это письменная часть да ну через включение исключения ван дайте в конце тогда когда я там тут же было еще другие задачи которые я уже прорешал ну в смысле я которые знаю как решать все их на всякий случай решал то есть вот такая задача тоже из письменной части вот такая задача вот так вот так вот так Вот такая штука. Да, плод 2, кстати, легко решается. Мы дальше просто говорим, что эта штука равна, ну, подставляем буквально вот это. Мы говорим, что это сумма по dn nu d умножить на d умножить на сумму d2 делитель n делить на d по d2. Ну, понятно, как это сделать? Ну, я просто вот sn заменил на это по определению. Ну, это sn, там было написано просто, что это сумма всех делителей числа n. Тогда у меня это сумма по всем d делить на n. О, да, функция мербиуса d умножить на d умножить на сумму. Так, теперь, если у меня d2 делится n делить на d, это означает, что у меня d умножить на d2 делится на n. Ой, наоборот, n делится на d умножить на d2. Давайте я теперь d умножить на d2 как раз-таки обозначу за d. Не за d, а за d3, пусть будет. Да? И еще дополнительное условие, что оно должно делиться на 10. Ой, на d. Извиняюсь, какое на 10? На, что-то уже, все. Должно делиться на d. Ну, потому что из того, что это d3, не сразу следует, что оно должно делиться на d. То есть я заменил d умножить на d2 на d3. То есть у меня просто тут такая сумма. И здесь d2, а d2 это у нас d3 просто делить на d. Это все я сделал, чтобы вот это сократить на самом деле. Ну, понятно, да, что произошло? Я вот эту часть, вот такое суммирование по вот таким поменял на вот такое суммирование. То есть тут стоит d, тут d2, а тут n. Вот. И тут, если мы складывали d2, тут будем прибавлять d2 делить на d. Ну, или тут d3, чтобы не запутаться. Так. Все, теперь вот эти дачки сокращаются. Ну, это просто коэффициент, можем сумму занести. Это фиксированный коэффициент. И получается у нас двойная сумма d делится на... d делит n. Дальше. Сумма d делит d2 делит n. Сумма по d2... А, нет, там еще. d2 умножить на d умножить на d2. Понятно. Я просто все занес внутрь. Типа вот этот мю перенес сюда. Ну, d-шки сократились, а мю остался. Дальше я меняю эти суммы. Говорю, что... Сейчас мы говорим, что дальше у меня сумма по d2 делителем по 2 делит n. Где умножаем d2. Нет, так, лучше. И вот тут... d делит d2. Мю в d умножить на d2. Я просто эти суммы местами поменял. Порядок суммирования поменял местами. Вот, то есть у меня сначала d делился... n делился на d. Я буду говорить меньше, так легче просто. d меньше n. d и d2 между d и n. Я просто сказал, что d2 меньше n. И просто d меньше d2. И по всем таким суммируем вот это. То есть я просто поменял их сумму местами. И тогда я получаю, так как здесь d2 уже фиксировано, я могу d2 вынести и получу как раз таки d2 делит n на d2 умножить на d делит d2. А теперь смотрите, вот эта штука, вот то, что получилось. Это же она равна единице, когда d2 равна единице. И нулю, когда d2 не равна единице. Ну, вот эта штука, последнее что-то случилось. Ну, а значит, это ответ просто единица. А? Понятно, так как случилось. Как будто бы эту задачу, возможно, можно свести к ней. Я сейчас пока решал, подумал. Если сейчас заменить тут как-то. Сейчас, хотелось бы заменить. По всем x делить d меньше или равно чем x. Я беру μ от целой части x делить на d. Умноженное на... А там никакого см... Да нет. Мне кажется, здесь d не получится, да. d не будет. А ответ, кстати, тут точно единица? Я теперь не уверен. Ладно, давайте, кто там решение хотел показать. Какое там решение. Спасибо. Спасибо.